Здравствуйте! Сегодня моя речь пойдет о невероятно восхитительном флагмане, лучшему из лучших среди корейских копий. Повторю, именно корейских копий. Этот флагман все того же корейского завода, что и наши предыдущие копии Samsung Galaxy Note 2 и Samsung Galaxy Note 3, которые были у нас в самом начале, которые просто размелись тысячными партиями, в ожидании которых у нас сейчас заполняются новые списки и становятся люди в очередь. Это действительно так. Потому что, купив один раз, похваставшись или показав данную копию друзьям, знакомым, все эти друзья ринулись к нам за покупками. То есть, к сожалению, именно корейские копии всегда выпускают в ограниченном тираже для каждой страны, поэтому на всех этих копий не хватило. И, опять же, если учесть списки, которые уже составлены, то даже новой партии, которая к нам придет, на всех не хватит. Это однозначно. То есть, их будет не больше трехсот. В ожидании люди уже, ну, перевалило далеко за 300 человек. Данная копия у нас тоже новинка. Samsung Galaxy S4 у нас абсолютно новый. Их еще не было. Они есть на других сайтах, но они только китайские. Корейских копий еще нет в Украине. Она у нас появилась только самая первая. Причем это копия на 8 ядер. И я имею в виду, что на 8 ядер копий нет нигде. То есть, это я вам даю стопроцентную гарантию. И обещаю, что ближайшие полтора-два месяца восьмиядерных копий не будет. И если они даже появятся, корейские восьмиядерные копии, то будут они минимум в полтора раза дороже, чем на нашем сайте. Приступим к рассмотрению железа этого мощнейшего зверька по сравнению с оригиналом. С правой стороны беленького цвета у нас Samsung Galaxy S4-близнец. Копией его назвать нельзя ни в коем случае, потому что копией он не является. Он является точным близнецом. То есть, вы сейчас это все поймете. С левой стороны у нас находится оригинал. Оригинальный девайс Samsung Galaxy S4. Они абсолютно идентичные по функционалу, по качеству. Единственное, что копия, или как правильно ее лучше назвать еще раз, близнец у нас не сертифицирован в Украине. Оригинал же у нас в Украине сертифицирован. Но, опять же, не все оригиналы сертифицируют и продают не сертифицированные намного дешевле, чем сертификат. Для этого воспользуемся мы программой для теста Android девайсов Antutu. Давайте мы подойдем сразу к программке. Запустим Antutu и там, и там, на одном и на втором девайсе. Баллы показывает у нас, соответственно, разные. Но, в принципе, все у нас одинаково. Вы сейчас все это увидите. Ну, приготовьтесь. Во-первых, 8-ядерный процессор. Настоящие 8 ядер, как в оригинале. Абсолютное. Отличие лишь в мощности. В нашей копии мощность, как вы видите, 1,2 МГц. Каждое ядро. Тактовая частота оригинала 1,6 МГц. То есть, что на 0,4 МГц, в принципе, ну, практически это все равно. На 0,4 МГц в нашем близнеце меньше. То есть, это вообще ничем не говорит, это ничтожно мало. Оперативной памяти значение абсолютно одинаково. Как вы видите, останавливается на отметке 2 ГБ и в нашем близнеце, и в оригинале. Внутренней памяти на оригинальном девайсе больше все же, на 4 ГБ. Но это ни о чем не говорит, так как наш близнец без проблем жует карты памяти до 64 ГБ. Я вам это продемонстрирую. Поэтому, ну, сейчас вообще смотреть на любом Android устройстве на встроенную память, это глупо. Потому что, ну, скажем, для этого существуют карты памяти, которыми можно расширить память всю. Нужно концентрировать внимание на оперативной памяти. Оперативную память вы не расширите. Встроенную память расширить можете всегда и везде. Но здесь сравнивать можно ничего не сравнивать. Потому что и там, и там, и на оригинальном девайсе, и на его близнеце оперативная память одинакова и имеет 2 ГБ. Камера на обоих флагманов практически абсолютно одинакова. На копии у нас или на близнеце у нас камера разрешением 12,6 Мп. На оригинальной у нас 12,8 Мп. То есть, вы понимаете, да, это настолько незначительно ничтожно, что, ну, опять же, на это обращать внимание ни в коем случае нельзя. Невоорженным взглядом вы в жизни никогда не увидите. То есть, вот смотрите, задняя камера у нас разрешение 4096 на 3072 пикселя, то есть, в копии. В оригинале же это значение 4,128 на 3,96 на 0,025 разница. Ну, это вообще, она неощутимая. Ее видеть невоорженным взглядом нереально. Поэтому камеры, в принципе, можно сказать, смело 13 Мп у обоих. Диагональ дисплея также одинакова с оригинальным девайсом и составляет и у одного и второго телефона 5 дюймов. Все комплектующие, батареи, USB зарядное устройство абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. То есть, задняя крышка, батареи, USB наушники, все полностью, все комплектующие на данный телефон абсолютно взаимозаменяемы и подходят от оригинала на близнеца, с близнеца на оригинал абсолютно. Ну, можно, я думаю, подвести небольшой итог. То есть, разница нашего зверька с оригиналом только в частоте процессора на 0,4 МГц, что ничтожно мало и устроенной памяти на 4 ГБ меньше, что исправляется картами памяти. Ну, соответственно, существенно у нас изменяется и цена. На стоимость оригинала вы можете купить около 4 вот таких вот близнецов, которые практически не отличаются от оригинала. То есть, разница их на 0,0, если сравнивать из 100%, то 2% разницы из 100%. Также наш зверь имеет все датчики освещения, приближения, движения, акселерометр и все остальное. То есть, у нашего зверька, как вы видите, мы проводим все как у оригинала. То есть, я провожу просто рукой и датчик движения срабатывает. Ну, давайте, мы выйдем уже из Antutu. Оно нам, в принципе, уже не нужно, неинтересно. Мы основные функции посмотрели в Antutu. Дисплей, я тоже уверен, вы видите, что дисплей практически не отличается. Чуть-чуть дисплей светлее на нашей копе, на нашем близнеце. Но скажу так, что цвета почему-то, мне кажется, на IPS-экране намного лучше, чем на дисплей Super AMOLED. Но дело в том, что у нас на оригинале нашем, я сейчас покажу, наклеена матовая пленочка. На нашем же близнеце, на нашей копии, скажем так, пленочки нет вообще. Мы ее только что сняли. Вот, поэтому он без пленки. Поэтому, ну, то есть, цвета у них не различаются. Поэтому датчики приближения движения акселерометр имеют на своем... Ну, вот смотрите. То есть, вот я... Стоит мне провести рукой, датчик срабатывает моментально, мгновенно. То есть, ну, иногда он может сейчас не сработать, но потому что тут неудобно, у нас освещение вот такое. И поэтому, ну, вы видите. То есть, на руку он реагирует так же, как на Samsung Galaxy Note 3. У нас был предшественник его, которому продавали по 1800, и они просто разлетелись реально тысячными партиями. Также имеет на своем борту и один, и второй телефон, и оригинал, и наша копия. Имеет операционную систему Android последнего поколения, самого последнего поколения. Дисплей нашего близнеца имеет Full HD разрешение и IPS-матрицу. То есть, так же, как и у оригинала. Абсолютно один в один. Углы обзора абсолютно, как в оригинале, 180 градусов. Давайте я вам продемонстрирую углы обзора. Ну, вот он наш угол обзора. Единственное, что у нас сейчас вот светит сверху лампа. Поэтому, ну, то есть, видите, да? Давайте вот я возьму оригинал и возьму. Даже при углах обзора оригинала и нашей копии, будем называть ее копия, близнец, у копии остаются цвета намного насыщеннее, чем у оригинала. У оригинала цвета немножечко теряют свой цвет, когда мы меняем угол обзора. На копии же совершенно нет. То есть, это большое преимущество IPS-матрицы IPS-экрана. Все IPS-экраны, ну, в общем, они качественнее Super AMOLED-экранов именно под углами обзора. Потому что, вот, вы видите, смотрите, я его положил практически полностью. Вы видите все полностью, всю картинку, все читаемо, и причем не изменяет цветов вообще. То есть, цвета совершенно не меняются, они остаются прежними. На Super AMOLED-экране, на дисплее, на оригинале цвета у нас меняются. Вот он цвет один, теперь у нас цвет другой. Совершенно он бурый стал и, ну, совершенно не то. Вот так вот у нас на оригинале смотрятся цвета, они меняются. Ну, в принципе, это незначительно. Оригинал, конечно же, немножечко лучше, чем наша копия. Ну, опять же, как мы сравнили, на 0,2 из 100%. Соответственно, я бы никогда не взял уже оригинал, если бы мне до этого попала вот эта замечательная копия или близнец. Вот. В общем, дисплей нашего близнеца имеет Full HD-разрешение и IPS-матрицу. Углы обзора абсолютно, как в оригинале, 180 градусов, вы это видели. Ну, вот сейчас у нас он просто срабатывает на свет, датчик приближения, это вот акселерометр. Нужно его просто выключить в настройках, то есть, на освещении он тоже срабатывает. Визуально дисплей можно отличить от оригинала только в случае наличия двух флагманов. Если у вас будет в руке флагман оригинального производства и флагман нашей копии. То есть, тогда только вы сможете их отличить, и то нужно очень-очень придираться. То есть, вы сейчас видите разницу? Никак. И если вам не сказать разницу, что это оригинал, что это копия, я уверен, что вы бы сказали, что вот это вот оригинал. Почему? Потому что цвета на IPS-экране намного реальнее и более настоящие, чем на Super AMOLED. Всем известно, что Super AMOLED, он чуть-чуть перебарщивает с насыщенностью цветов, с насыщенностью красок и, скажем, цвета являются ненастоящими, нереальными. Они достаточно красивые, они очень контрастные, но они не являются. Это все равно, что сейчас будет симпатичная девушка с краснючим лицом. То есть, вот это вот розовое личико, милое девушке, оно превращается в розовую рожу такую, как будто она вот только что выпила горилки русской. То есть, вот эти цвета настолько перебарщивают. То есть, ну давайте мы перейдем на какой-нибудь экран пустой и мы посмотрим. Вот смотрите, цвета настоящие, вот они, и вот они цвета. Ну, то есть, цвет моря здесь и цвет моря здесь. Это Super AMOLED-экран, это у нас IPS-матрица. То есть, ну, я все же склоняюсь к IPS-матрице и выбирал Samsung Galaxy S4 именно не из-за дисплея, а именно из-за производительности и мощности, но данный девайс одинаковый. Все китайские копии, которые вы можете видеть на сайтах, они будут максимум 4 ядра. Здесь же 8 ядер, как в оригинале вы это видели, 4 плюс 4 ядра, то есть свои 4 графические. Я покажу вам, насколько четко, насколько круто тянет данный девайс 3D-игры мощнейшие, причем 3D-игры самые мощные, которые только вот существуют. Поэтому вы это все увидите, ну и убедитесь, что разницы между оригиналом нету. То есть, это все также Корея, это не Китай, поэтому нет смысла просто переплачивать за оригинал, я вас уверяю. Ну, в общем, сравнивать дальше наши флагманы, не знаю, бессмысленно, так как отличий больше нет. Скажу откровенно, если бы мне в руки попал данный флагман до покупки оригинального девайса, я бы ни за что не купил оригинал, так как различия в них, в их характеристиках совершенно ничтожны, их практически нету, но колоссальных ценовой категории, ценовой политики, ну вообще решать, конечно же, вам. Я не могу быть противником оригинальных производителей, оригинальные производители, конечно, все же на 0,2 опередили нашего корейского близнеца, но опередили все-таки есть преимущество. Даже если спортсмен на 0,5 перегнал своего черного собрата или японца, то он будет лидером. То есть, ну, так, поэтому пока что на 0,2 приблизительно лидирует у нас оригинал, конечно. Вот. И напомню, это корейская и самая точная копия на сегодняшний день. Точнее копий нету и не будет, в принципе. То есть, подделывать вот эти две десятые просто нет смысла, иначе это будет точнейший плагиат, и никто этим заниматься не будет. То есть, данную копию улучшать уже никто не будет, лучше быть уже не может. Лучше может быть только оригинал, то есть, вот вы видите. То есть, здесь полный функционал оригинального девайса есть. Ну, и теперь небольшая демонстрация стандартных функций. И именно будем завершать видеообзор. Ну, так как все комментарии будут излишними, в принципе. То есть, ну, давайте мы перейдем. Я уберу пока что на задний план наш оригинальный девайс. Я выставил тут подсветку, чтобы она горела постоянно, чтобы не приходилось все время клацать по нему. Я сейчас продемонстрирую некоторые функции. То есть, вот он. Давайте я вот под углом еще раз покажу, как выглядят два девайса у нас. Вот так вот выглядит оригинал. Вот так вот выглядит наша копия. То есть, ну, различий нет. Прошу меня простить, у меня сел телефон, которым я сейчас снимаю. Ну, давайте мы продолжим. То есть, мы сейчас на задний план уберем оригинальный девайс и останемся сейчас с девайсом, с нашей копией или с нашим, как мы его называем, близнецом. Так, все, все отлично работает. Ну, давайте мы быстренько пройдем небольшую демонстрацию стандартных функций и меню и будем завершать видеообзор, так как все комментарии будут излишними. Ну, давайте еще раз глянем. Вот так вот выглядит наш девайс. То есть, девайс у нас немножко засвеченный, благодаря тому, что очень-очень яркий свет. свет, подсветка дисплея и у оригинала, и у нашей копии очень яркий, поэтому, как бы, телефон не может снимать. У нас камера непрофессиональная, я снимаю обычным, стандартным, корейским нот вторым. То есть, это тот же нот второй, такой же, как и... Ну-ка, сейчас я проверю. Это такой же нот второй, который был у нас до этого, то есть... Это тот же самый нот второй, того же производителя корейского, что и этот телефон. Блин, я нажал случайно. Вот, поэтому снимает он не так, как хотелось бы, конечно, не так, как оригинал, но практически как оригинал. Ну, видеообзор вы сможете понять, насколько хорошо снимают данные телефоны, исходя из этого видеообзора. То есть, снимаю я сейчас, повторю еще раз, китайским нот вторым, который был у нас до этого, и который является выходцем того же завода. Ну, вот мы сейчас зашли в ярлычки. Давайте мы зайдем в такое приложение, как ВКонтакте. Моментально загрузились у нас новости. То есть, все загружается за 3 секунды. Вот так вот мы можем регулировать все. Это одна из наших страничек, вот, Тарас Мобильный. Мы заходим на нашу основную страничку. Вот так вот все моментально быстро у нас листается. Вот он, вот, второй как раз видеообзор. Тот Samsung Galaxy Note 2 за 1200 гривен, которым я сейчас снимаю. То есть, вот она, демонстрация этого нот второго. Все очень-очень быстро листается. Вы видите, насколько быстро все подгружается. За 3 секундочки я вот чуть-чуть листнул. Скорость данного телефона сумасшедшая. Ну, что там говорить, здесь 8 ядер. Повторю еще раз, 8. Я когда говорю, у меня аж мурашки по спине идут, потому что я понимаю, сколько денег я переплатил за вот этот девайс с теми же 8 ядрами, только которых на 1,2 или на 1,4 десятка, то есть, десятых процессор мощнее. То есть, это все равно его задействовать на всю тактовую частоту мне не удастся никогда. Даже вот эту копию. Поэтому, ну, это все переплата за непонятно что, за пиар. Вот загрузилось моментально у нас видео. Все видео, которое существует у нас на сайте. То есть, видеообзоры наших телефонов, планшетов и всего остального. Ну, давайте мы зайдем в новостях, там какая-то непонятная, что у нас высвечивается. Ну, это новости наших клиентов, кто это любит, видимо, взрослые фильмы. Ну, давайте мы посмотрим, как будет выглядеть воспроизведение такого клипа, саундтрека к фильму «Скалит», наш всем известный саундтрек. Я его практически везде демонстрирую. Качество выбираем 360, ну, нам его хватит. Дело в том, что у нас здесь единственная помеха – это медленный интернет Wi-Fi. Все остальное шикарно. Углы обзора – вот они. Ну, я сейчас все это продемонстрирую. Просто долго загружается у нас клип, благодаря тому, что очень слабый Wi-Fi. Ну, вот загрузка у нас пошла. Плюс ко всем у нас звучание очень громкое. Динамик звучит абсолютно так же, как на оригинале. Абсолютно, один в один. Разницы вы не почувствуете. Ну, ВКонтакте вообще очень медленно в последнее время загружаются какие-то клипы. Смотреть фильмы на таком девайсе, конечно, принесет вам одно удовольствие. Воспроизведение шикарное. Ладно, не будем мы долго напрягаться. То есть, вот так вот выглядит воспроизведение видеоклипов в ВКонтакте. В принципе, я демонстрировал даже более слабые телефоны, которые его без проблем жуют. Соответственно, не будем говорить уже о телефоне, который имеет на своем борту 8 ядер. Также у нас, соответственно, есть скайпы всякие, MX-плеера и очень-очень много всего другого. Но видео у нас сейчас не найдено, потому что телефон у нас девственный. Мы только-только сняли с него вот она пленочка с нашего девайса. Поэтому он еще абсолютно голый, абсолютно девственный. Я сюда загрузил пару учетных записей соцсетей, чтобы можно было продемонстрировать, насколько быстро. То есть, соцсети у нас это основное, то, чем мы пользуемся в нашей жизни. Чаще всего в интернет мы заходим именно в соцсети. Поэтому вот так вот у нас это все выглядит. То есть, подгружается все за 3 секунды, все очень быстро. Вот я листаю на низ, вниз, то есть, все подгружается за доли секунды. Все супер, отлично, вот вы видите. Пролистывание приносит одно удовольствие. Также у нас есть здесь, это одна тоже из наших страничек. Это одна страничка наших менеджеров. Виктория Викторовна является старшим нашим менеджером. Ну, в принципе, вы видите, насколько все четко, быстро работает. Все работает просто шикарно, просто идеально. Ну, давайте запустим такое приложение, к примеру, как MiGoGo. Это в котором собрано большое количество фильмов, сериалов. То есть, ну и включим, к примеру, фильм «Все включено». Насколько все моментально живется, все моментально быстро работает. То есть, ну, повторю еще раз, 8 ядер. Тут даже, я не знаю, для чего я запускаю это видео. Тут и так все должно быть понятно. То есть, 8 ядер. Видео обрабатывается на одном ядре очень быстро. Тут их 8. Сзади у нас оригинал. Ничем не отличимый. Ну, в принципе, вот. Вот пошло у нас сразу же видео. Вот я его пролистал больше, чем наполовину. Насколько быстро она подгружается при наших 512 кбит в секунду. Скорость Wi-Fi, конечно, у нас остается желать лучшего. Потому что скорость Wi-Fi у нас никудышная, к сожалению. Ну, долго подгружается только из-за Wi-Fi. Вы видели, что изначально фильм загрузился за 3 секунды. Все это только благодарю, благодаря скорости Wi-Fi. Вот такая вот скорость загрузки. Проснулся наш телефон, проснулся наш Wi-Fi. Ну, вот у нас притормаживает он только благодаря скорости Wi-Fi. Ну, не хватает этой скорости, потому что фильм находится в отличном качестве. То есть, ну и самое главное, я не буду демонстрировать все эти программы. Вы прекрасно понимаете, что данный зверь может на 4 ядрах. Скажем, ой, на 4, на 8 ядрах. То есть, ну, все комментарии будут лишними. Это полноценный ноутбук. Это даже не нетбук, это полноценный ноутбук. С таким количеством ядер. Ну, давайте мы запустим очень мощную, очень требовательную и очень тяжелую игру Real Racing. То есть, вот я сейчас запущу вам Real Racing игру. Это 3D игра, очень крутая, очень тяжелая. Ее тянут достаточно не все девайсы. К примеру, некоторые оригиналы, которые идут у нас на 2 ядра, они не тянут, к сожалению, эту игрушку, потому что она является очень-очень требовательной. Тут у нас просто много скакивает рекламы, выскакивает. Реклама эта всех-всех задолбала, но никуда от нее не денешься. Чтобы убрать рекламу, нужно рутировать. Вот сразу у нас выскакивает реклама. Купите Ford, купите то. Ну, давайте, в Монреале новичок продолжить. Хотите стартовать, а более продолжить. Моментально она все подгружается, то есть загружается все в доли секунды. Все очень-очень быстро. Вот так выглядит у нас очень мощная игрушка. Играть в нее одно удовольствие на таком дисплее. Я не знаю, видно вам или нет, я просто не могу. В общем, играть в подобные игры у нас одно удовольствие. Вы видите, насколько четко все. Графика у нас шикарнейшая. Такая же, как и на компьютере абсолютно один в один. Все, я первый, я выиграл, несмотря на то, что одновременно я снимаю и играю. Ну, вы видите, это очень требовательно, очень мощная игра. Наши 8 ядер ее переживали просто и выплюнули, и посмеялись над ней. То есть, вот так выглядит наш девайс, вот так выглядит наш близнец. Копии его назвать, повторю еще раз, нельзя, потому что они абсолютно точные с оригиналом. Давайте я его сейчас выключу и покажу вам. Сзади они выглядят абсолютно одинаково. Единственное, что эти телефоны идут, эти копии идут только в белом цвете. Если вы встречаете что-то в черном таком цвете, это уже однозначно не корейская копия. Если даже корейская, то максимум на 4 ядра. На 8 ядер копий никогда не будет в черном цвете. Пока что в ближайшие 3 месяца это точно. То есть, через полтора месяца где-то мы получим новую партию этих телефонов, но они также будут в белом цвете. Крышечка абсолютно одинаковая, разъемы абсолютно одинаковые, как в оригинале, так и в нашей копии. Расположение всех ярлыков, всех надписей Samsung и всего остального абсолютно тоже одинаково. Крышечки также выполнены из карбона. Вспышка, расположение камеры и качество камеры тоже одинаковое. Для расположения разъемов, всех разъемов, то есть, наушники, отверстия для подавления шумов. И также вот этот вот инфракрасный порт для того, чтобы использовать ваш девайс для переключения телевизора. То есть, как использовать в качестве пульта, телепульта. Ну, оно все одинаковое. Давайте зайдем в меню. Мы посмотрим быстренько еще меню, насколько оно тоже одинаковое. Вот мы заходим в настройки и зайдем в настройки здесь. Меню у нас абсолютно одинаковое. Чуть-чуть, может быть, различается, но оно, скажем, оно не различается ничем. Различается данный телефон, как я уже говорил, только лишь ценой, разница у них в 4500 гривен. Так, сейчас, одну секунду. Срабатывает у нас множество, нужно будет их немножечко подключить. Потом, ну, давайте выберем мое устройство. Мое устройство. Вот так выглядит все абсолютно одинаково. Только здесь написано индикатор, здесь светодиодный индикатор, здесь дисплей, здесь экран. Блокировка экрана, блокировка экрана. То есть, ну, все практически одинаковое, но эта копия в меню немножечко видоизменена, потому что здесь стоит 4.1.1 Android, а здесь стоит Android 4.3. То есть, ну, они абсолютно одинаково, вы этого не заметите. В принципе, здесь все тоже одно и то же меню. И меню больше. Тоже все одинаковое абсолютно. То есть, данные девайсы являются родными близнецами оба корейские, корейского производства. Единственное, что разница только в цене. То есть, ну, я, в принципе, показал все преимущества, все недостатков здесь на этом телефоне нету, даже если сравнивать его с своим собратом, также корейским. Вот, все абсолютно одинаковое. Ну, какой девайс купить вам, решать вам. Цена его смешная для его цены, то есть, для его функционала, поэтому решать вам. Это был интернет-магазин MobileGold.com.ye. С вами был Церунник Тарас, старший менеджер данного магазина. Спасибо большое за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok